Итак, Ирина, давайте начинать. Пишем работу на двух холстах. Замечательная работа. Колорит очень хороший. Вылетел из головы художник, по-моему, то ли американец, то ли европеец. Хороший современный художник. Картина замечательная. Что здесь хорошо, что вас зацепило? Здесь колорит очень хороший. Есть гамма. Что такое колорит? Когда есть общая подчиненность какому-то цвету. В данном случае золотисто-коричневая гамма. Здесь нет ярких синих, ярких зеленых. Зеленые есть, но так чуть-чуть присутствуют. В основном коричневые, оранжевые, желтые, розоватые. То есть нет явных холодных оттенков. И поэтому она собрана в один колорит. Из фиолетового немножко. Вот вы это знаете, что картина не должна быть пестрой. Если уже пишете, допустим, там... Ну, то есть не вводите все оттенки, которые есть. Да. Для начала нам нужно будет смазать холст таким определяющим цветом. Можно смазать... Картина теплая по колориту смажем таким вот охристо-оранжевым чем-нибудь. Если картина нам нужна яркая, мы смазываем, делаем смазку без бельева. Картина достаточно насыщенная. Можно попробовать смазать марсом оранжевым в разбиле. Ну, не в разбиле, а в прозрачном. Прозрачным, ага. Берем марс с оранжевым. Тройничок. И пробуем. Вот таким вот золотистым примерно тоном. Я уже тут. Да, вы это будете делать все сами. То есть я могу, например, сейчас это начинать? Ну, лучше вы слушайте, да. Хорошо. Слушайте. Задавайте вопросы, которые интересны даже не только вам, но и начинающим. Вы все рассмотрели без масла, да? Нет, нет, нет. Здесь это тройник сухой. Вот если представить вот эту емкость, вот столько, 70% white spirit, вот столько масла льняное и 5% лак. Акрилостирольный. Почему акрилостирольный? Во-первых, он прозрачный, ну, в общем, прочный. Нелегион цизны не доедет. Нелегион цизны. Но самое главное преимущество – его прочность, максимальная прочность. И поэтому его нужно чуть-чуть, 5% достаточно, чтобы он делал в тройнике свою функцию, функцию клея, склеивания краски, прочность придающая. Если домарный мы бы вводили, его пришлось бы вводить процентов 15 минимум, чтобы он прочность содержал. Но чем больше лака, тем больше запах очень такой неприятный. А поскольку вот здесь немножко, мы почти не чувствуем запаха лака. А у лаков очень мощные запахи такие. Да, да, это лак очень. Так, сделали подкладочку, потом делаем рисунок. Так, вот, форматы совпадают примерно под легким наклоном с подышницей, со смещением вазы. Вот вертикаль можно отвести, если по-быстрому. Палец упереть и примерно… Можно потом проверить, еще с кисточкой взять, не ушла ли вертикаль у нас. Вот так и так. Идеально. Так, потом верхушка у нас чуть выше середины. Это вот здесь. Вниз, это здесь. В коем случае не преувеличивайте объем. Все начинающие делают значимые вещи большими. Держите себя в руках. Нужно… Ну, если нам нужна более-менее правоподобность. Если мы свободно окупим, мы можем сделать и большую. Ну, да, можно и корыбовы, если он тестит. Так. Каландаж потом не размножится. Ну, немножко и размножится. Поэтому не нужно так рисовать, штриховать. Контур обозначить слегка. Только контур. То есть графичный рисунок не делаем. В Аллапри мы не тратим время на рисунок. Когда многослойная живопись, желательно отдать целый день на рисунок. Накануне сделать тщательный рисунок. Тогда живопись идет как по маслу. Он быстро идет. Но здесь у нас важнее все-таки работать цветом Аллаприма. И поэтому мы не тратим время на рисунок. Нам нужно поскорее… Потому что Аллаприма ваше настроение передает. Да, да, впечатление. Угу. Так. Теперь берем… Начинаем со слабых оттенков. Нам нельзя написать сейчас стену. Вот эту серую. На них цветы, пока она не высохнет, не лягут. Она будет… Да, смешиваться краска. Мы здесь наоборот. Исключение Аллапримы, методом… Исключение живописи в один сеанс. То, что начинаем со слабых оттенков. Ну, с тех слабых вещей, которые… Пускай она на переднем плане, но мы сначала ее не услышим, а потом уже приделаем фон. Хотя по-хорошему надо было наоборот. Ну, то есть, вот здесь маленькое такое отступление. Берем кисточку и вот такие теневые… Теневым тоном, средненьким таким, мы прокладываем контуры цветов. Чуть-чуть на пространство. Или выможу, если вы меня сковываете. Хорошо. Вот внутри такое коричнево-оранжевое что-то. Тоненько разносим сюда. Тут немножко второй цветочек добавляем. Почувствовали красный? Немножко красный обладали. Очень примитивно, очень свободно. Но потом это все обрежем фоном очень легко. Не ярчим. Работа такая. Вот цветы сдержанные, они не яркие. Не очень яркие. Так, вот тут уже зеленовато-лимонные можно брать. Какие-то оттеночки. А здесь уже мы не прорисовывали? Нет, нет, нет. Только мы резервируем место. Вот на этом холсте, смотрите, вот этот холст у нас держащий краску. Не холст, а грунт. Вот, эта краска уже тут останется. Мы просто как бы вот заняли место. Потом мы уже фоном сможем что-то делать, поправлять. Но вот эта краска уже как подмалевочек, она здесь останется. Разложили пока, вот такую основную массу, сняли лишнее, пускай выветривается тройничок, пускай он уплотняется краской. Можно даже немножко растушевать. Это тени цветов. Теневые их, синевая подкладочка под цветом. Так, теперь берем кисть и уже начинаем прокладывать вот эти темные места. С теней всегда начинаем. Берем марс оранжевый, без белью. Вот, смотрите, отмыли кисточку хорошо, здесь не грамма, не должно быть бели в кисти, чтобы получился вот этот сочный цвет. Вот этот, вот этот и на вазе тоже самое. Старого дерева такого, да? Да. Как мы отлично. И теплый, темный тинт тогда идет. Вот мы ее подкладываем тонко, на разбавителе, но чтобы хвост не светил. Вот он, мощная такая, теневая будет. И сразу же мы подкладываем этот цвет. Под ручку, да? Да, вот сюда. А, сюда ножка. Не потечет? Ну, пускай потечет, не страшно. Тут тоже резервируем, как бы, вот это место, вот этим мощным цветом. Так, потом, вот эта вот мебель, она уже, этот же цвет, марс оранжевый, но с этим, с белилом. Берем марс оранжевый, немножко оранжевой краски, чуть-чуть белил. И уже наносим вот сюда. Чистый такой цвет должен быть. В краске не должно быть зеленого, чего-то, дополнительных цветов противоположных. Вот здесь почувствовали с краснотой немножко. Берем в эту же смесь, немножко красного, нужно или такого, или такого кадмия, или светлого, или темного. А вот эта красная красная, наверное, такая благородная? Она, она не прозрачная. Цвет прекрасный, благородный, но тут, здесь важна прозрачность краски. И дальше, что важно, сначала немножко темнее делаем с запасом, с таким, чтобы можно было еще поработать. И чтобы идти на воскресенье. Здесь еще надо вылезать, он такой вертикальный комплект. Почувствовали, немножко зеленит. Добавили зелененького, чуть-чуть. Вот здесь в уголочке. Травяная подходит, она теплая тоже. И лессировочная краска. Вообще, палитру старайтесь подобрать себе палитру, чтобы краски были максимально... Состав лессировочный. Ну, вот, допустим, вот эта лессировочная, лессировочная краска. Это полу-лессировочная краска, лессировочная краска. Ну, которые могут быть прозрачными, но не суммы. А как их определить? Я только знаю на тюбике, что эти звездочки. Правильно. Не звездочки, а там квадратик еще такой есть. Вот где-то у нас та же травяная, вот она. Вот квадратик прозрачный, значит, это лессировочная. Бывает полупрозрачная, значит, полу-лессировочная. А нам нужны лессировочные. Да, они более универсальные, и можно таких красивых эффектов добиваться. А вот белила, и 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 белила. Да, все, что с добавлением белилки, получается такой плотный цвет сразу. Вот с широким инструментом работаем. То есть мы сейчас вообще к фону даже не приказались? Нет, сейчас мы будем делать фону. Сейчас мы будем фону, конечно, конечно. Вот прямо сейчас берем, ну, желательно отдельную кисть холодную взять, для холодной краски. Так, что у нас там, как определяем цвет? Похоже на синий-серый такой. Берем буквально серую краску или сажу. Так, берем черную краску к черной краске. Очень аккуратно относимся. Начинающая, она... Начинаем вообще с запретом, некоторые не дают начинающим черную краску. Но в данном случае она очень облагораживает оттенки. А если индийку взять? Можно, да, индийку брать. Индиго Экстра тоже хорошая краска. Вот берем голубой, капельку-капельку черного. И, кстати, можно вместо черного сделать серую даже. Немножко белил сюда, чтобы не так мощная, а не такая краска была. Не слишком уж... Иначе ее капельку захватишь, она пойдет в смесь. Вот сделали такую темно-серую краску. Опускаем, где у нас будет приедеться. Вот. Так, быстрые сравнения. Делаем быстрые взгляды. Чего не хватает? Краплыка еще немножко сюда не хватает. Так, и зеленого не хватает. Чуть-чуть еще зеленого. Чуть-чуть просто... Очень тонко. Голова разная. Очень тонко. Выражение. Нет, она не может. Вот, вот такая чик-чик. А здесь просто крючок. И видите? Сразу и без контуров уже можно прокладывать прямо к цветам. Вот так, не ленитесь работать рукой, не нужно гладить, разгладывать. Мы еще потом разгладим, но пока должен быть какой-то мазочек. Так, вот чувствуем фиолетовый немножко в эту же смесь. Зелененького. То есть, это краска, это у нас подчиненная, конечно, вещь, фон. Но очень важная фон, нужно подбирать. Он просто должен быть спокойным, но не грязным. В любом случае, не грязным. Это немножко фиолетовый? Фиолетовый и красный. В разных оттеночках таких. Вот, без контура смело заходим. Это не так важно. Не стоит тратить силы на точную подгонку цвета. Это не кожа, где очень важны оттенки. Все-таки это фон. Вы, если будете много подбирать, особенно не на палитре подбирать оттенки, а прямо на холсте пробовать и постоянно подгонять, будет грязно, уныло. Живописела примет, чем меньше работаешь, тем она свежее работает. Чем меньше уточнения, да? Да, чем меньше. Живописела примет, вот буквально. Увидела, написала. Она допускает одно поправление, одно уточнение и все, не больше. Дальше идет грязь. Так, сразу записываем вот этот вот кувшинчик цветом фона. Смотрите, не сделайте ярким фон. Я просто, обратите внимание, я знаю, часто бывает отойдешь, все, а человек сделал фон ярче, чем предметы. И на нем уже не смотрится. Смотрится очень дробно. И фон яркий, и предмет яркий. Вот здесь очень цельно все сделано, потому что фон проигрывает насыщенности. Так, вот, наносим какое-нибудь интересное крапление краски. И пока она свежая, нужно немножко придать вот эту вертикальность, взбить немножко. То есть вот так вот буквально просто не надо, а слегка касается. Слегка, слегка. Можно подождать, чтобы подсохла. Тогда еще более качественно будет вот эта растушевочка такая. Она очень мягкая, сейчас смазывается. Вы не торопитесь, подойдите чуть-чуть. Так, что там сзади интересное? Так, вот здесь вот эта вот чистая кисть, вот эта мы коричневая, то, что брали, марсом-оранжевым. Да, вот эта вот, где у нас будет блик. А здесь кисть у вас синтетика? Пока все ощутимое. Да, тут может синтетика немножко в цветах будет. Вот так, процентов девяносто будет ощутимое. Очень важно потом в зеркале проверить вертикальность. Не вертикальность, а вообще форму сосудов. Как правильно, симметрия очень трудно дается, даже опытным художникам. Ну, вот еще нужно же перевернуть, да? Перевернуть, но лучше всего в зеркало глянуть. В зеркало? Да. Ну, да. Так, вот индийская у нас есть немножко. Это что? Индийская, она нам пригодится. И марс желтый еще есть, такая краска. Вот тут она, по-моему, чувствуется? Ага. Похоже. А можно и получить смешивание? Можно. Можно. Ну, вот как раз таки, смотрите, интересный такой вопрос. Почему, если бы можно было все получать смешиванием, было бы вообще несколько красок. Красный, желтый, синий, оранжевый, коричневый, белый, и все. Можно смешиванием получить аналог, похожую что-то краску. Вот в лессировках уже такого практически невозможно добиться. По крайней мере, как звучит марс оранжевый, ни из каких красок вы так не создадите вот этого цвета. Ну, близко, но можно. Поэтому у художника всегда есть разные другие краски. Кроме основной гвардии, такой вот красная, желтая, зеленая, синяя, фиолетовая, есть еще дополнительные специфические всякие оттенки, потому что они незаменимы. Только можно их немножко имитировать, но полностью заменить нельзя. Так, ну и сзади там что-то такое, пока не очень светлым, таким вот подчиненным цветом. Так, ну и сзади там что-то, пока не очень светлым. Продолжение следует... И все немножко дать чуть-чуть стать формулой. Да, надо подождать, пока все это... Разбавитель выветрится. Мы раскрыли холст, так называемый, так называть этот этап, когда избавились от фона. И потом пойдем, желательно только на высветление, в идеале только на высветление. Ну, если где-то нужно будет, мы добавим еще... Ну, в общем-то, не надо же так, как раскраска полностью... Ни в коем случае, нет, держите себя свободно, прокладывайте. Живопись, она несовершенна. Почему хорошая живопись, она вот вся такая, что-то выписано, может быть, кое-что. Но в основном все вот так, достаточно небрежно написано. И у человека, у наблюдателя, такой вот небольшой диссонанс происходит. Как это? Он видит краску, мазки достаточно небрежные, а в то же время видит картину, видит кусок мира. Вот этот вот такой диссонанс, он и хорош, он и ценится. Если мы все тут вылежем, выпишем, все, мы объясним, мы дадим подсказку мозгу, и мозгу будет не очень интересно. Мы только сможем восхититься, если вы сможете вот так выписать, это тоже неплохо, конечно, это тоже дорогого стоит, когда ты выпишешь, все хорошо. Но не только выпишешь, не фотографично выпишешь, а выпишешь в тоне, живописно, в колорите каком-то, теплом, холодном, неважно. Когда ты с цветом поиграешь, но детали все выпишешь, это тоже хорошо. Ну, это нужно уметь, это отдельная, как правило, аллоприма, такое не берется, это многослойная живопись. Так, Ирина, я побежал, давайте, догоняйте. Смотрите, смело на моей работе можете проложить, попробовать тон, посмотреть. Пока не ярчите, но самое главное, вот ярчить нужно вот здесь, в тенях, вот в этих. Здесь должно быть насыщение. Так, сейчас, давайте, я вас похвалю. Так, очень хорошо. Немножко потерялась вот здесь насыщенность краски. Вот тут недостаточно. Смотрите, тут мне ей нужно было. А, хорошо. Так, сняли лишнее, немножко растушевали. Так, сняли лишнее. Так, сняли лишнее. Можно поперёк немножко. Немножко поиграть. То же самое со столом, с поверхностью, чтобы была вибрация. Так, ну это же ещё как бы тоже в виде набровки, или уже, например, стол мы делаем практически больше не трогая? Нет, конечно. Зачем его трогать? Ну смотрите, тут тоже всё набросочное. У нас более-менее прописаны будут цветы вазы и всё остальное. Вот помните, главное, вот этот мазок не потеряйте, не увлекитесь. Должна быть вот так вот. Светлый. Да не важно, можно и на утемнение пойти этим мазком, но ищите фактуру холста. Оставить? Да, чтобы мазочек рвался у нас. Ага. Ага. Здесь не закрашивать? Да. Вот так вот. Мы обогащаем, приносим оттенки всякие. Вот это очень богатая укладка. Ага. Такая. Ага. Как Вольта, да? Сейчас. Да-да. Тоже вот так, с вибрирующим таким мазочком. Краска уже плотненькая, она так не смешивается. Ага. Мх-х-х-х. Мх-х doах. Продолжение следует... То есть вот все оттенки, которые видим, мы их наносим так вот... Достаточно, да, свободно, не зацикливаемся на точном перечислении этих пятен приблизительно. Да, и не пытаемся их в едино соединить, чтобы динамик... А вот стекло сейчас... Ну вот, повторяем. В стекле отражается... Стекло пишется несложно. В стекле отражается все, что вокруг, те же краски. Что-то дно получается светленьким, да? Да, бречок там какой-то... Просто нужно более-менее повторить то, что мы видим. Почему-то казалось, что стекло надо от кого-то полностью закрашивать. Ну, не закрашивать. Можно и так. Здесь это дано... Намеком, да? Просто намеком, да. Это тоже подчиненные, это не главный герой в картине. Если его выписать, будет отвлекать. Тут явная градация. Вот главное, это вазы и цветы дальше. Потом стекло, вот эта ручка, может быть, потом вот эта лента... То есть, то, что вот бриками так отдаёт, да? Оно должно оттуда вызывать. Так, вот тут, как мы видим... И на этом бы запуталась. Всё время хочется, знаете, как бы разладить вот эти все маски. Подождите, потом мы... Смотрите. Нет, вообще, когда... Это плохое чувство, да. Да, это все новички, наверное, вообще. Когда, вот смотрите, если смотреть на картину, не сфокусировавшись на носки, на эти, а через картину, через неё в соседнее помещение, у вас не будет этого желания. Вы пока будете работать с цветом. Она будет уже разглажена, поскольку она сфокусирована. А потом в конце можно включить зрение, действительно что-то сглазить, жёстко снять. Не очень хорошо, когда всё очень жёстко написано. Картина рябит тогда. Ну вот я, наверное, неправильно вырослась. Я вот это не вырослась. Ага. Там всё такое мутновато. Жёсткие блики там, но внутри мутненько. Ага. Так, вертикально проверим. Это как бы у нас просвечивает, да? Да, да. Вот захватываем. Немножко. Вот эти оттенки смешиваются. Вот эта жёсткая синтетика квадратная берёт отсюда краску, смешивается здесь с коричневым и уже такой более-менее промежуточный цвет. Вот. То есть это цвет, множенный на коричневое стекло. Стекло непрозрачное, то есть стекло прозрачное просто повторяет оттенки всего окружения. В крашеном стекле уже приобретают оттенки синего, допустим, если синяя бутылка там или кувшинчик зелёного и так далее. Вот тени здесь, смотрите, они такие смачные, без бельё, мощные. Если нужно высветлить, высветляем цветной краской, вот типа оранжевой или красненькой. Да, они тут все очень насыщенные. Сразу серость появится, которая прям развалится. Вот у вас уже серость. Как это будет убираться? Ну, вы тряпкой придавите, выберите, лишнее на себя возьмёте, красочку. И потом, вот сюда уже, вот такие краски уже более-менее вменяемые можно приложить. То же самое и здесь. Угу. То же самое и здесь. И немножко. Продолжение следует... Растянуть, растушевать? Нельзя. Потом успеем. Пока распускайте взгляд и боритесь с этой привычкой. Иначе у нас получится антихудожественное. Это самое простое. Взять и растушевать. У нас получится... Еще раз говорю, в этой краске мозг должен видеть предметы в мазках. Он одновременно и краску должен видеть, и предметы в нем считать. То есть в такого плана жертвы. То есть постарайтесь усилием боли заставить себя, по крайней мере, пока не растушевывать. Потом немножко, говорю, мы чуть-чуть смягчим излишнюю жесткость. Но чуть позже. Продолжение следует... Общательные цветы не нужны. Такой мазок красивый, как бы бегущий куда-то. Попывающий. Издали на сумку. Так, смотрите, тени. То есть лепесток... Вот тут упало несколько... Берем сначала тень, откладываем, а потом на нее... Над ним, да? Да, над ним. Над ним в два цвета, не перемешивая. То есть, смотрите, важная недомешанность краски. Тут мазок один, а кажется, что там... Да, и красная. И красная, и беленькая. Берем разные вот эти краски, немножко не домешивая, пробуя на удачу. Вот. Этот можно оставить. Потом берем другой. Чуть-чуть. Ну да, так. Вот. Потом холодненький берем. Ага. Вот. 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 Лепестковали, и сразу такой... Объем. Объем. Материальность. Плоскость вернет. Что-то. Ну да. Могу найти ее вот. Это цветы, вот цветы. А, на бортхе своих. Да. Ага. 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 Намечаем вот эти цветочки. Да. А сейчас нужно идти. Ага. Вы пока догоняете, переделываете свои вот эти... Да. Мутности. Делайте. Да. То, что нужно. Да. Вот потом будет зелень. Зелень не зеленая. Да. Да. Такая серо-коричнево-зеленая что-то. И кое-где будет зеленая немножко. Там есть это, значит, это... Вот. Тоже. Без прорисований. Вот как эти листья берутся ударами. Плоской кистой синтетики. Как-то раз наш мозг сам придаст, найдет там что-то. А если будем выписывать листик, ну, такой будет, такое деревенское все. Понимаете? Все вот в таким... Мы такой пазл создаем, понимаете? Для мозга. Зарядочку такую. Вот найди вот в этой шлепке случайно. Найди листик, и он найдет. Ну, есть такие совсем очевидно неудачные мозги. Их тогда нужно, конечно, чинить. А так, в принципе, если не бояться и спокойно вот так вот что-то делать, процентов 90 получается. Главное, цвет и тон подавать им правильно. Тональности. Да. Музг, наблюдатель, он до того сейчас воспитанный, что он абстрактные образы, абстрактные считывает. А здесь же они не абстрактные, они такие полуабстрактные. Он легко все это считает. Угу. Так, ну, давайте. Давайте продолжайте. Так, Ирина, давайте. Слушайте, неплохо. Вот эта вот вазочка. Немножко больше сделали, чем можно. Ну, это как обычно. Вот эта. А вот эта? Ну да. Я ее ровняю. Так, переставляю, да? Так, секундочку, я просто вашу немножко попробую. Вазочка неплохая, ровненькая, по крайней мере. Чуть-чуть великовато, но не страшно. Вот внутри вот эту вот мутность нужно создать. Брики правильно, пускай будут жесткие. Угу. Чуть-чуть не хватило чистоты цвета у вас, грязноватой кистью проложили. Брик. Так, может быть, его снять с ткани? Да. Можно снять и сделать. Снимем. Так, добавим вот эту. Чистой кистью. Угу. Так, вот такой вот. Ага. Может торчать, вот этот мазок может быть выпуклым очень. Немножко желтую мы почувствовали, вот эти вот рефлексирующие такие. Очень у вас замазано. Нет. Широко? Широко, да. То есть она поднята. Видите, она выпадает из вот этого. Вот здесь, смотрите, тут практически вот ровно. Здесь, значит, линия горизонта где-то вот здесь, рядом. А вот это у вас более спокойно. Вот этот, сотрите немножко, добавьте фоном, вот этим вот. Привнесите фон и заново вот эти две линии. Такие классические детские ошибки. Увеличили это само, повернули себя. Так, в принципе, все более-менее неплохо. Ручка красивая, прям хочется покрутить. И ручка большая. Ну да, я тоже уже обратно. Тоже ровняла. Вот это чисто из психологии, все значимые, а вы не психолог? Торопевка. Да, вот все значимые вещи мы увеличиваем. Конечно. Так, сейчас давайте немножко по цветам пройдемся. Так, цветы берем, снимаем еще раз лишнюю краску, она нам не нужна. Так, берем, наверное, обычную щетину. Так, вот и приходим, опять, опять ищем тень, серединки у цветов. Берем, ну вот такие вот, смотрим, теплые, темные, теплые серединки находим. Вот здесь один будет цветок, вот серединка, тут вторая у нас, третья. Тут зеленоватый, почувствовали зелень? Да, смело зеленую серединку. Тут желтая серединка у нас. Лепесточки ищем. Пляшем вокруг серединки, назучки раскладываем. Но это тоже еще как бы только прописываем такие теневые моменты на цветах. Теневые можно уже и световые, но мы, да, еще много раз будем подходить к этому. Я раскладываю, раскидываю вот эти вот оттенки, которые чувствую, без особой формы. Ну, примерно вокруг середины можно плясать. Да, вот уже как бы идет такой объект. Вот это плоской кистью, вот этой синтетикой. Ну, такой холодноватый цвет получается. Да, у них, насколько я помню, у них холодное листво. Да, такой жесткий холодный зеленый цвет. Вот рваненько так рисую. Тоже, как и здесь, листья тоже можно вот так рисовать. Так, да. Как это рваненько? Ну, вот, в частности, вот здесь мне нужен рваненький. Я беру краску или плотную краску, или же, если она жидковата, немножко промакиваю и делаю вот такой вот. Чтобы он только по поверхности фактуры холста оставлялся, вот такой дышащий, живой мазок получается. Ну, уже больше ничего не надо добавлять, да? Нет, можно потом блики какие-нибудь дать, зелененькие, развеселить, можно. А вот это тоже дорого на носке? Да, 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 вот они. Это очень ценится. Ну, это имитация масляной живописи на газминерном. То есть их надо оставлять такие, да? Конечно. А, я думала, это надо еще докрасить. Нет, это не брак, это самое то, что надо. А, немножко шире серединку, мохнатость такую, да, сделаю, как бы ей? Тут, скорее, не роза, а это шиповник или, ну, как это, садовая какая-то розочка. Да, типа парковые розы называются, да, не классическая роза. И у них они раскрываются. Раскрываются, да. Вот сейчас очень важный момент не насиловать цветочки и не придавать им то, что нарисовывают. А уже давать вот то, что просит ваш цветочек. Тогда он будет намного более цельным, незамученным. Берем отсюда только цвет, ну, количество цветков, там, какой-то, может, их повороты. И то, даже повороты уже смотрим то, что просит... Уже сам, да? Наш, именно наш. Так будет свежая, цельная и свободная работа, не мучение по выписке. Ну, я вот смотрела, сейчас уже там мастер-классы, то, что ему предлагают. Под копирку снять картины, перевод через карьку и... Ураска-раски. Ну, как-то... Все-таки, мне кажется, творческая музыка уходит. Да, да, да. Вот это, смотрите, когда вы жестко непривязаны... Тут я почему? Я жестковат, я даже показываю, потому что, ну, мне урок нужно сделать. Конечно. Когда ты сам рисуешь, ты берешь какую-то идею, сочетание цветов, ну, может, что-то вот такое композиционное, и все, и дальше пошло, пошло. И ты тогда, во-первых, не устаешь, это не работа, это творчество. Когда элемент творчества, ты вообще-то свободен, у тебя доставляет вдохновение, удовольствие и так далее. Когда ты копируешь, это уже... Это работа. Работа кропотливая, такая немножко унылая. Так что это очень полезно, освободиться от таких условностей. Это я уже пошел более нежной кистью, вот этой синтетикой. Синтетикой, да. Укороченной. Это была щетина? Да, мы условную массу щетины. Более того, мы видим, вот у нас подсохнет, мы еще снимем аккуратненько, да, подснимем лишний вот этот пластилин, который мешает, если неудачно где-то. И потом снова-снова можем более точно как-то там прописать. Ну, без замученности, очень долго нельзя топтаться на одном месте. Нет, я поняла. То есть, смотрите, рисуем не цветок, а скорее образ цветка. Очень приблизительно. Мы выпишем, может быть, один, два, три каких-то цветочка более-менее четко, остальное будет у нас играть вот о своей недописанности, играть, опять же, на цельность картины. То есть, на свободу, на свободу решения картины, на свободу изложения такого языка живописного. То есть, если мы пропишем весь букетик, нам придется и сюда потянет, потянет равновесие, и все. Мы закончим тем, что полностью допируем, сделаем жесткий стол и так далее. И у нас получится малоинтересная работа, без вот этой живописной поэзии. Немножко притаптываем, да, жесткость снимаем. Он немножко выветрился, избавитель. Я уже не смотрю на эту банку, я уже сюда закладываю. Вот смотрите, вот здесь есть этот цвет, и в стекле он будет, понимаете? Вот такой фокус. Абсолютно бездумно можно, а наш мозг сложит из вот этих вот таких мазочков стекло. Стекло очень нежелательно копировать. Запутаешься, вот поставишь, труднейшая задача. Обыкновенная трехлитровая банка с букетом цветов невозможно повторить. Ну, очень трудно повторить. А когда ты просто не будешь перечислять стекло, например, ты знаешь, что там все отражается, вот эти краски раскидал в эту банку, и все, глядишь, блик на нужное место, и выход на стекле еще такое важное место. И все, и она автоматически становится... А если прописываешь, очень трудно. Вот эти линии, ну, ветки вот эти, нежелательно вести... Очень красиво, когда они прерываются, когда наш мозг их сам дописывает. Вот она прерывалась, не стоит ее чинить, понимаете? Наш мозг ее сам соединит и спасибо нам скажет за вот эту недосказанность легкую. Понимаете, вот это всегда красиво смотрится. Спасибо. 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 . Спасибо. Так, немножко растянуть его в воздухе. Потом еще, важно фоном обрубить немножко кое-какие места. По жестче сделать. Найти опять цвет фона. Какой у нас там серый какой-то зеленоватый. Где-то с краей нужно, и здесь можно где-то дырочек наделать, чтобы была прозрачность. Это у нас полосой такой забилось. Тоже цветы не стоит преувеличивать, я даже увлекся, они великоватого, большого размера, нужно немного им придать форму, уменьшить. Зеленым, то есть цветом листьев тоже можно разрубить между ними, рубить их. Потом это обязательно нужно притоптать, чтобы эта темная зелень ушла на задний план, чтобы не торчала. Вот немножко подсохнет, растушевочка немножко, и она сплавится, уйдет на второй план. Сейчас она немножко лезет вперед. Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Вот там такие звуки, похожие на бутончики. Просто краской берем такую насыщенную безбелевую краску и скидываем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Никак не могу. Меру краски. Меру краски. Да, не могу понять. Сейчас давайте поставлю, как бы вам было. Не могу. Может быть, в этом вся и загрузка, только мне как бы вам этот загрузок. Ну, какой-то цвет есть. Нет таких красных, таких звучных. Нет таких звучных мазков. Вот таких красных, открытых. У вас все разберено. Коричневый, слишком коричневый, зелененького нету. Ну, неплохо. Все поправим, ошибок нету, таких глобальных. А, вот здесь вот, смотрите, слишком все зеленое. А тут мы же договаривались. У нас чувствуется почти черное. Такое синевой. А вы зелененькое, наверное. Так, ну, плохо. Давайте я сейчас... В общем, смотрите, что сделаете. Фоном, цветом фона обрубите лишнее. Опять вот, наделаете дырочек. Добавите немножко открыт, откровенных цветов. Чистых. Кадмия красного, светлого или темного. Без билин, кое-где. Где у нас, как вот эти вот... Вот он, вот он. Разрослись цветы. Нужно подрезать их. Попробовать уже почувствовать форму какую-то в них. Ну да, у меня все кружочки получаются. Ну да, у меня тоже. Это как бы разворачиваем их, да? Да, немножко их кручу в разные стороны, чтобы чуть-чуть у них разнообразие было. А этот получается вот сюда, да? Вот этот вот сюда, этот теневой, пускай так и сидит цветом, вот этот между ними, посветлять не нужно, даже наоборот, нужно так притоптать, чтобы он замутнился, контрастность потерял. Света, не бойтесь, это же цветы. Вот это серенько, скромненько очень. Вот эти хорошо проложили, у них еще бывают вот эти такие темные, кончик светлого. Так, ну ладно, вы в этом ключе еще поработаете, я сейчас беру за свою. покажу. Хорошо. Смотрю. Садитесь, отдыхайте. Так, а сейчас что? Еще иду на усложнение, какие-то оттенки. да. Угу. Если бы около вот этой пуговички или как это, должен быть снизу рефлекс. Да. Вот говоришь себе, не бойся, а как-то, если возможно, все, начинаешь думать, и все пошло на смерку. Надо вам 100 грамм. Ну да. Мы, конечно, зажимаемся до себя. А в принципе, ведь ничего действительно страшного не случается. Пятая часть уже. А вы сравнимаете? Ну да. Я сейчас буду. Забирать буду, да я еще. Слишком сложную, наверное, выбрала, но от другой стороны тогда ничего не поймешь, если. Ну не очень сложно. Если бы в грамотном ключе работала, то уже давно завершили. Ну сколько тут? Вот я работаю с этой картинкой, сколько? Час, наверное. Ага. Еще где-то минут 20, и в принципе, вот такую свежую можно и отставлять. И у вас, а вы больше работаете время. Если работать безошибочно, в таком ключе мазком, можно очень быстро. Ну да, 2-3 часа можно. momento. Давай. 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 Д What? Ну, третьем. Трой Want. commencer. В 2由. Ну... В 2, nữa. В 3,60 notice. Так, вот можно увлекующие такие, которые собираются круглой кистью. Ставьте лайки! Так, мне нужно чуть-чуть притоптать резкость, просто поторцевать щёточкой. Ну, нет, сейчас пока не щёточка. Да, вам ещё нужно форму придать, вот обрезать, обрезать, обрезать. Вот она уже читается, один в одну сторону, этот в другую. Смело обрезайте, мне не нужны такие большие. Чуть-чуть меньше их сделать. Так, давайте посмотрим, что у нас. Ну, неплохо. Так, что тут нужно, чтобы снималось. Вот тут, кстати, снимаешь, проявляется вот такая живопись. Как бы, понимаете, это тоже очень вкусно. Ставим микроски. А, это как бы тени, которые идут сквозь стекло, да? От листвы? Да. От ножки. От ножек. Да, можно наметить. Тут этого нет, но это всегда неплохо, когда какая-то ножка намёком лежит. Торчит. Угу. Так, вот здесь вы хорошо собрали очень. Прям даже, вот оно, даже чувствуется гранёность вот этих вот. Вот видите, жёсткие, вот у вас здесь не хватило жёсткости, и тут как-то виоленько вот это. Ага. Так, ладно, вы тут ещё доделаете. Сейчас я продолжу с этим. Ага, веточки. Намёк на веточки. Ни в коем случае нельзя тянуть ветку, объяснять. Так, намёк-намёк прерывисто. А какой-то глубокий зелёный у нас идёт синим. Синий плюс коричневый. Плюс коричневый. Плюс коричневый. Нужно зелёный плюс коричневый, но лучше синий. Или фиолетовый плюс зелёный тоже. Такая серая-серая. Да, вот эта глубина. То есть вот нужно бороться со стереотипами. То, что зелень зелёная, зелёной краски. Нет, она кое-где зелёная, кое-где коричневая, кое-где красная даже бывает. То есть вот такие стереотипы нужно всегда уметь. табачные. В зелёном столько много оттенков. Вот такой пепельный, а тоже зелёный. Читается музбом, как зелёный. Хотя зелёный и нет. Какая-то серая, что-то серая. А вот момент остановки у картины. Момент остановки, когда начинаешь портить. Да. Есть такой момент, ни с чем не спутаешь, когда ты делаешь одно действие, не попал второе, ошибся, третий ошибся, всё, что-то не то. Значит тоже нужно остановиться. Остановиться. А ваш человек не чувствует. Или же отдохнуть. Да. Он меня начала портить. Смотрите, вообще-то художник должен быть чувствителен ко всему. Их ошибками в грязи, и ко всему, ко всему. Отточены чувства вот должны быть обострённые. Вы только сказали, что нужно на пол поставили, отошли, посмотрели, ну как будет что-то за река. Да. Или с другой стороны. Очень полезно, да. Сфотографировать полезно, отнести. Перевернуть даже иногда бывает полезно. Или в зеркало посмотреть. Да, я вот как ногами один раз переворачивала. И совсем по-другому. Нужно не один раз, а не лениться. Каждые минут 15-20 свою работу относить и смотреть в другом ракурсе, в другом окружении. То есть нужно быть объективным, жёстким к себе, понимаете. Взять и посмотреть критично. Не полениться. Вот я сейчас вот это критично посмотрю. Сейчас надо. Я уже сразу увидел очень контрастная вот эта темнота. очень-очень тёмная. Красная. Нет, красная хорошо, а вот здесь излишний контраст. Так, тени здесь не хватило. Так, Светлана, вы давайте поработайте ещё. Я сейчас закончу с птичками. Так, где чья? Это моя? Так, да. Тудоршку пока что. Может уж делать. Нет, нормально. Давайте я сейчас с вашей поработаю. Потом ещё немножко пройдусь. Так, растяжки вот эти ни к чему. Ни к чему-то. Да, ни к чему-то. Смотрите, пустое место. Вот здесь у нас ещё живопись есть. Чувствуете такое? Да, вибрация. А здесь глазунки не интересны. Справа у меня всё неинтересно. Я с обладками. Вот можно взять, если много краски снять, лишнее. Да, я думаю, это уже перевод. Кстати, иногда вот такое зерно появившееся тоже добавляет. Вот как здесь мы где-то добавили. Ага. Так, вот это там всё спряталось. Мне кажется, надо всё это... Я ещё хотела всё это подскоблить. Ну, цвет уже вот этой зелени красивый. Уже такой, более благородный. В отличие от зелёночки, которую от прошлого смогла. Так, итак, вот это место, смотрите, подскоблили. И потом каких-нибудь оттенков. Вот так вот, что-то полусуфой кисточкой сделать хоть какую-то историю. И тёплое на тёплом хорошо смотрится, но ещё лучше, когда рядышком будет холодненький мазок. Ага. Какой-нибудь фиолетовый. Или бирюзовенький. Тут пропитано бирюзовым. Малиновым. Бирюзовым. Малиновым. Нет, нет. Вот это у нас какой-нибудь. Ну, каплучок. Карапут. Чуть-чуть холодненького. Всегда тёплое должно лежать рядом с холодненьким. Они подчёркивают друг другу. Угу. especialmente фиолетовым. Есть. Угу. Это все идет синтетика, кисточка? Сейчас, да, все синтетика, потому что щетина хорошо проложит краску, но полосочки мы такими тоже неплохо, а вот это вот такой рваный мазок создает, я вот его обожаю. Ох, мне надо больше там так хорошо оттерлась. Вот он вибрирует, он живой, вот этот мазок, а уже полупросохшей краске такой вязкой дать вот это на скорости немедленно, а именно нужна вот такая скорость и работа не рукой, а плечом, а удар плечом движения. Вот смотрите, каких-то немного мазков, а уже что-то образовалось. У вас было гладенько, как-то не культурно. Это культура укладки, есть такое понятие, почему мы живопись любим рассматривать вблизи, в интернете. Я не знаю, какой, я обожаю смотреть, где можно посмотреть мазок. Ты и так посмотрел, и так смотрел, и так смотрел. Это вот из-за вот этой культуры. Потому что живопись маслом – это не только изображение, а это еще и как бы барельеф такой вот из масла. – А, вот я там не заметил, у него же вот так бликует стул. Что-то я там не пресек. Вот так можно чуть-чуть обозначить. Что-то я там не знаю, что это значит. С октября мы подробно пасти. И так смотрел. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...